Сегодня мероприятие было у меня тоже. Конкурс такой был у нас. По Сергею Радонежскому. Детишки спели песенку. Представьте себе, это светская школа, вот мирская, да, школа. Спели песенку, прям официально, перед всеми. Я буду читать и любить Библию. Слово Божье. А кто же их научил? Учитель. Классный руководитель. Вы слышали, какое заявление сделал господин Путин наш недавно? Что? Я об этом Бурляев заявил. Он сказал, что Россия сейчас вырабатывает единую свою социальную духовную концепцию. Причем Путин подчеркивает, что это должна быть православная концепция христианская. Христианская православная концепция. И прямо учителя прямо в дрожь их бросают, что вот они, допустим, церкви что-то там начинают мешать. Про Христа в открытую говорят. Прямо учителя. Прямо я был недавно, знаете где, в школе, в городе, в департаменте образования проходили, значит, совещания всех замучей, всех директоров школы. И меня туда пригласили. И начинают показывать мне там эти цифры. Отчет как бы такой показывает, я же удивился. Отчет показывает, как вот, допустим, там выбирает предмет. Там основа православной культуры же сейчас идет, предмет такой есть. И как выбирают? И они делились информацией, что пошло на спад, они говорят, цифра. И поделите, какое ваше мнение, почему на спад идет цифра. Я говорю, что все очень просто. Потому что вы ничего не рассказываете про христианство, про православие, родителям в первую очередь. Вы ничего не говорите. Им это не интересно. И те лучше по самому простому пути. И там они так активно заинтересовались. И ко мне сегодня, на воскресный день, должны прийти на евангельский час за учешколу. Человек пять, наверное. Я вам скажу, что он далеко идти. И вы хотите посмотреть, что такое внутренняя жизнь в церкви? Приходите в нам, посмотрите. Причем вы это будете смотреть не на как музей. А прямо как реально. Что это живое все. Не музейный экспонат. Что вот так. Радует. Мне очень радостно слышать такое. Вот. И прямо там обсуждалась в основном проблема. Вот это преподавание православной культуры. Вот так к людям надо прийти к тому, думаю, они к этому придут. Что все-таки что тут? Как-то юридия. Давайте прямо будем говорить, что мы хотим прямо христианскую веру, религию среди школьников, молодежи просто садить ее в умы. Вот и все. Они постепенно к этому придут, потому что уже песни такие поют. Ну какая-то культурологическая песня. Я буду читать Библию, я люблю ее. Пятая колонна очень мощная идет. Нам бурляет. Вот вчера рассказывал, какие люди противятся этому, прям известные. Знаете, какие люди противятся? Николай Сванидзе. Знаете такого? Ну да. Он прямо вошел сильно возмутился. Винни Дитов, вот этот предатель, который там так подставил журналистов. Знаете вы, да? Ну это явные русофобы такие. Гафт. Не Гафт, как же его зовут? Гусман. Гусман. Знаете, в КВН вел-то Гусман. Ни с чего. Основной страх какой, чтобы Россия не стала опять прежней. Конечно. Конечно, конечно. А сейчас другая совершенно ситуация. Сейчас они не дерзнут борьбить Украину. Привет, Кирюш. Привет, Кирюш. Пришел. Максим Степаненко мне ответ прислал. Чударой. Выздоровел тот? Да, он выздоровел. Все. Вылечился от пневмонии. У него пневмония же была. Слава Богу. Он только сейчас. Я ему послал. У него день рождения ниже было два дня назад. И он только сейчас мне ответил. Он в сети не был вообще. Да. Я его видал вообще вчера, но он издалека так был. Там нашему епископу тогда прямо сказал, что я пока 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 ко мне на дне Баптиста один. А я ролик сделал, выставил в интернет. Заходил Баптиста один вот и переубеждал меня часа полтора, наверное. А что я не переубеждал? отказаться от икон. типа я людей соблазняю. А, что иконы пишут? Вот человек-то какой, Он невежественный какой-то. Вообще невеже. Получается, как-то с Библией не знаю. Ну, как, ну, вот, остановились на то, ну, в принципе, я договорю ему, а он как будто и не слышит меня. Вот я, он говорит, ну, мне нравится, вот там, Даниил Сысоев, ну, жалко, что он в православии. Я говорю, да у нас таких вот богоносных, духоносных отцов, я говорю, тысячи целых сонны, и они все в православии. Вот. Что же они все ошибаются? Они, главный, баптисты читают отцов, вот, и не признают их православными. Типа они, эти отцы, для всех, они сказали. Но они же в православии были. А знаете, как они говорят про Игнатия Антиехийского, который говорит о буквальном понимании тела и крови Христовой? Ну, Игнатий богоносец до первого века, там послание у него есть, с одним баптистом я общался. Я сейчас икону его пишу. Вот. И знаете, что он мне сказал, баптист? Это простим ему его невежество. Шестостаренький он обомстан, шестостаренький уже, забыл уже, что такое христианство истинное. Вот и начал учить о буквальном понимании тела и крови Христовой. Потому что символически все он символически. Вот завтра опять служить буду литургию. Но у вас не получится, потому что там усталость рано утром, что надо отдыхать. У нас как-никак три часа разница. Три часа я живу по-вашему расписанию. Я как в Америке живу. У меня утро начинается вечером. Ага. Сегодня же это началась память Симона Зилота. Есть у вас иконы Симона Зилота, да? Нет. Это брат по-проте по Иосифу Господень. Причем Ридарин говорит, что в Кане Гориорийской именно его брак совершался. И он сделал там очень неординарный поступок после этой свадьбы. Он взял и с Иисусом ушел. Иисус ушел, он тоже с ним ушел. Невесту бросил там, дом бросил и ушел. И везде за ним ходил. Стал одним из двенадцати апостолов. Ну вот так можно же понять, вот так если к примеру проникнуться вот этим духом, увидеть Бога, да ты все бросишь. Все на свете. Разденешься иголой, пойдешь за ним по морозу. И вот он узнал его. Парадокс то в чем был? Он его лично знал. Как плотника, как сына плотника, сына Марии, он его лично знал. Давно знал. Вот они его пригласили, потому что родственники на свадьбу. Причем это Кана, она же рядом с Назаретом совсем. Там километров десять, наверное, там, пятнадцатом, не больше. Вот, сирене небольшое. А мы сейчас будем отдыхать. У нас Никитка заканчивает обучение в этом году. Все, учебные будут заканчиваться у школьников. Что вот так. Ну, поедете куда, да? Да нет. Если ехать, то мы в июле едем. В Сибири куда-то ехать, если в Сибири быть, да? Надо в июле еще в Томск ехать, чтобы бумаги все подписывать. Тут ничего так и просто. Просто так не выведешь. Бумагу подписываешь, и бумага согласовывается потом. Начали с настоятельным. потом с благочинным. Потом с самим епископом. Ну, да. Такое ощущение свободы есть, да? Ну, а как? Я думаю, это и правильно. А какая свобода? Ты уже знал, на что ты пошел? Все был? Так же? Какая свобода? Себе не принадлежишь. Да, все. Епископ тоже себе не принадлежит. Его в любой момент могут сорвать отсюда с этого места? Что сорвать и есть? Я вот такое ощущение поддерживаю. В американцах такое есть, в них воспитывается детство, то, что они приезжают в дом, и они не проникают этим домом. Они понимают, что год, другой, третий могут съехать на другое место жительства. Спокойно принимают такой привязанности у них нет. А у нас как люди, если переезжают с места на место, из города в город, все, это для человека трагедия какая-то. Ну, конечно, особенно, если это отчий дом, настоящий отчий дом. А где прожили уже ни одно покорение людей? Они же, они как на чем воспитаны, у них вот этого ощущения нету, допустим, у них 18 лет исполняется, и в Англии мне сказали, что есть такая традиция, 18-летнему отроку дарится на день рождения спальный мешок, родители ему дарят, то есть это знак того, что он 18 лет отделяется от семьи уже, типа, давай стартуй, занимайся там своей жизнью сам. Так, а там большинство-то не могут так стартовать-то, на съемное жилье все идут. Ну, это понятно, но это как бы родители говорят ребенку, что все, ты взрослый, давай отделяйся, вот. А ребенок в конечном итоге вот это, понимаешь, что это нормально, нормальное явление, он в конечном итоге поступает тем же способом и с родителями, когда родители становятся старыми, он без зазрения совести просто в дом приставил, его отдает и все. И считается это вполне нормальным и со спокойной душой все делается. То есть, такое предательство взаимное идет. Да, конечно. Ну, вот мне рассказывал тоже человек, верующий, православный христианин, занимает серьезную должность, он, директор там один. Вот у него отец заболел, шибко заболел отец, и он готов бросить всю свою работу, он мне говорит, бросить там все вот эти деньги свои, какие он зарабатывает сейчас, чтобы только отец, как он говорит, не умирал в одиночестве. Он хочет, чтобы он всегда рядом был с отцом своим. Я лучше буду там в сотни раз меньше зарабатывать, но я хочу, чтобы отец есть такая история, я вот убей, не помню, кто это говорил, но я точно запечатлелась в памяти, что в общем человек говорит, тоже там занимал какую-то или должность, или что-то такое, ну, важный пост какой-то, вот, у него заболел или мать, или отец, не помню, кто-то из родителей, ему предложили, давайте наймем няньку там, вот, чтобы вас не отвлекать от дел ваших, он говорит, да вы что, неужели я такое от Бога милость не приму, чтобы не стать, как говорится, ходить за своим родителем, вот, отвергнуть от этой Божьей милости, то есть у нас люди, вот, именно, вот, у них, как бы, они в крови, вот, это у них есть, а американцы уже этого не понимают. у них прагматизм, вот, есть ролики, где Путин вот это обсуждает, кстати, у меня удивительно это, он так сравнивает вот этот западный менталитет с русским менталитетом, и он говорит, у них все на личность человеческую, акцент идет, на самого себя, а у нас на самоотдачу, то есть отдачу окружающим, он говорит, это философия жизни, что ли, как это назвать, что из направленность не в себя, а извне, к окружающим, если хотите, он говорит, это коллективизм такой у нас, но для людей живем, а не для себя. Ну да, тоже пример есть такой в Германии, по-моему, как вот у них в Европе, у нас если идет молодежь там в ресторан куда-то отдыхать или как-то вот парень с девушкой там в кафе идут, то парень расплачивается, вот, а у них платят, каждый на себя платит, вот, да, и считается вот это вот девушка смотрит уже на парня как вот на экономного человека, ну то есть понятия совершенно разные, у нас же совершенно разные взгляды на жизнь. Мне рассказывали в Польше, что происходит, мне это женщина рассказывала, она вышла замуж за поляка значит, какие там обычаи, значит, живет отец через дорогу, вот улицу через дорог живет отец, бывает два раза в год у него, вот пришли, отец устроил там банкер такой замечательный, там, стол такой богатый, а под конец такой счет выставил, это все, теперь, как само собой, как в ресторан сходили, там, счет в конец быстро, там, конечно, было все на уровне у него, но в конце счет, и сын рассчитался, потом отец пришел, и отцу тоже счет, за обед, за чашечку чая тоже счет, ну да, у них вот эти блокнотики, вот они вписывают туда, вот там они сигареты, даже если делятся, вот они вписывают туда в этот блокнотик свой, да, ничего не должно просто так уйти, там русских щедрая душа, а сейчас Путин вообще ударом в спину сделал, сильнейший, трубопровод в Китае, они-то думали, что сейчас займем и зажмем Россию, там газом, там нефтью, никто покупать ее не будет, этот газ нефти, да, он бац, Китай. Все, вся политика переходит на Китай, все взаимоотношения делают, зону таможенную делают, вплоть до с Ираком сделали эту зону такую торговую. он ныряется. Это не то, что вот можно посмотреть, то, что казалось бы, он мстит, как будто Путин, а это не то, что мстит, это просто он перестал уже терпеть их, вот это вот. адаптируется поднормально, адаптируется. Ну и что, они же сами себя губят, сами себя губят. Без России это там никто, войной не пойдешь на Россию тоже, как, как наверить ей, самоубийство, что ли? Это чистое самоубийство, он же как у нас, я не помню, тоже кто-то, по-моему, из депутатов сказал, у нас есть на вооружении вот это вот, называется мертвая рука, вот, и он американцам так противовес поставил, он говорит, ну даже если вы каким-то своим новым специальным там вооружением уничтожаете всю Россию, вот, у нас, говорит, стоят датчики по всей России, вот, и они самоактивируются, то есть они берут пробы воздуха, температуру земли там, вот, если соответственно на вот эту вот ядерную атаку, они самоактивируются, датчики, то есть они независимы от спутников, от всего, независимы, и выходят все ракеты, всем все вооружение идет на Америку, все ракеты вылетают. Ну, это называется система гарантированного возмездия, стопроцентного возмездия, и у них еще там, причем проблема-то в чем, вот это, это периметр называется система, периметр называется, проблема в том, как запускать эти ракеты, вот в чем проблема-то была, как запускать эти ракеты, дело в том, что связь отрубается при ядерной войне, как ее запускать, связь? Вот, ту команду даст, как связь. И значит, стоят ракеты, оказывается, слышали вы об этом или нет, которые не содержат ядерные заряды. Это ракета или транслятор. Она посылается по периметру, улетает всю страну. Это случай, что все там погибли. Вот. И активирует все ядерные ракеты. И понятно, по кому удар будет нанесен. И самое интересное, что американцы это назвали моралкой, потому что, когда ядерным ударом руководит, значит, это полностью кибер. Компьютер руководит. И тем не менее, сами создали нечто подобное. У них то же самое есть. То есть, если, допустим, в Америке удар будет нанесен ядерный, у них тоже есть система 100% возмездия. слих уничтожить. То есть, там будет вот так перестеливаться эти ракеты там туда-сюда, туда-сюда вот и стрелять. А мы на это дело смотреть будем. Ну, кто-то, Господь остановит. Он же совсем обнагрение, творение корежит. Да. Ну, бы... Митрополита Галлариона же не пустили на Украину, знаете? Не пустили. Он туда ездил, его остановили в аэропорту. Харьково, по-моему. И отправили назад в Россию. Ну, они сейчас московскую патриархию отвергают полностью. Они сейчас утверждают свою церковь. сектанты. По сути дела, они. Да. Сектанты. Печально все это. Денисенко у них монофиланствованный. Знаете же? Конечно. Сейчас отец Андрей Кураев успокоился. Прекратил вот эти статьи бесконечные. Ну, да. Ну... Посылать. Ну, все равно поле большой вспахал. Да, я же вспахал. Ну, толку-то от этого что-то маловато. На самом деле от этого вспаханного поля. Спахать-то вспахал, а дальше что? Как было, так все и осталось. На самом деле епископат он так рукой махнул там у виска покрутил на него и все. До свидания. Ну да, и почитателей много потерял. Конечно. Его там сейчас считают предателем таким. урая вот предателем считают. Его сейчас почти никуда не приглашают. По епархии в русском цепи точно не ездит. Ну, сейчас возьми он много, кто практически у него нет никаких выступлений, ничего такого нет. не ездит. Ты куда? Все, кушать? Ну, как маму позови, спроси мама, кушать? Скажи. Мама, сбегай, сбегай к маме. Проси, можно кушать? К маме сбегай. Побежал. Кирюху только что подошел. Ну, все равно он все так смиренно он принял вот это вот. Отказали в молоке и ничего, и молча. ведро в ведро пнул и пошел, да? Ну. Другой бы ребенок сейчас орать бы стал. Ну, как, я просто знаю уже, я его изучил, что ему сказать, куда его отправить. Я ему сказал, иди у мамы поспроси, а я знаю, что он еще не очень говорит. Он будет долго с ним там пытаться и над знаками как-то сказать, что он хочет. Это будет длиться минут 20 сейчас. В конце концов он прюнет, придет ко мне. Я ему опять скажу, иди маме, попробуй, расскажи. Он опять рассказывает. Он хочет. И так человек вынужден будет припертых стенки научиться говорить. Ну, иди маме, расскажи, что ты хочешь. Ну, ладно. Ко сну нам надо отходить. Как-нибудь вам позвоню. Благословите, батюшка. Бог благословит. Все, Бог в помощь вам. Завтра служить буду. Помолюсь о вас. Все будет хорошо. Давайте. Ну, все, с Богом, отключайтесь. Субтитры. Продолжение следует...